Добрый день ещё раз, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить за возможность выступления. Но когда с утра просят рассказать о внеганадных герминогенных опухолях, это как в том фильме «Получать овсянку на завтрак». Потому что если это первые стадии яичка или даже поражение забрюшиных лимфатических узлов лёгких, метастатическая болезнь в опухоли яички, это намного всегда лучше, чем говорить о несеменомных опухолях средостей. Но так или иначе, мы должны понимать, что внеганадная локализация герминогенных опухолей возможна, и в принципе её локализация не ограничена. Это может быть и малый таз, и забрюшинное пространство, это может быть и средостей, и даже головной мозг. При этом нужно отметить, что если посмотреть на разделение больных в зависимости от локализации внеганадной, то, как ни странно, на первом месте встречаются опухоли головного мозга. Но это характерно в первую очередь для детишек. И поэтому во взрослом возрасте они реже встречаются. У нас, например, из нашего опухоли только двое или трое человек имело герминомы головного мозга, нераспространённые в взрослом возрасте. А во втором месте это опухоли средостей, и на третьем – забрюшинного пространства. Но всё равно 1% даже внеганадных локализаций может включать и простату, и мочевой пузырь, и вульфу, и доплаценту, и матку, и почку. Описаны случаи поражения щитовидной железы и даже носовых пазов, наличие там герминогетных опухолей. Поэтому здесь, конечно, никогда пугаться не нужно, если вам вдруг приходит неожиданная гистология из узла, например, в щитовидной железе, но об этом нужно помнить. Но с твоей плекцией я в основном коснусь именно опухоли средостей. Если взять один из первых анализов, включивших более 500, даже 600 пациентов в неганадной локализации, то мы увидим, что в принципе средостей и забрюшинное пространство поделили в неганадную локализацию половину на половину. И чаще всего это несеминомные герминогенные опухоли. В этой группе один пациент имел поражение шейных лимфоузлов без выявления какого-либо первичного очага. И также у десяти было настолько выражено поражение и забрюшинных, и средостей, то, что авторы не смогли сказать все-таки, где располагалась первичная локализация в неганадной опухоли. Но если посмотреть на эпидемиологию, то для яичка легко найти все данные по эпидемиологии и для нашей страны, и для мира. И мы видим, что, конечно же, есть нарастание заболеваемости опухолями яичка. Однако для средостей найти полноценную статистику невозможно. Здесь мы можем лишь обратиться к опыту отдельных стран, например, работе из Германии, которая, собственно, показала, что да, опухоли яичка, их частота встречаемости увеличивается. А вот для опухоли в неганадных локализации, это такая треугольничками линия выделенная, она не меняется за последние, ну, скажем, 10 лет абсолютно никак. У женщин то же самое. Герминогенные опухоли яичников, они несколько увеличиваются в динамике, а вот в неганадной локализации герминогенных опухоли у женщин ситуация редкая, и она снижается с течением времени. Поэтому видно, что несколько здесь играет роль, сколько не факторы окружающие, видимо, следы для развития этих герминогенных опухолей, а именно нарушения в процессе развития эмбриона. Кроме этого, мы можем увидеть и различия в возрасте между пациентами, имеющими опухоль яичка, и в неганадную локализацию первичных герминогенных опухолей. Ещё раз повторюсь, как правило, эти опухоли в неганадной локализации пациенты моложе, нежели при опухолях яичка. При этом, рассматривая теорию возникновения, мы можем вспомнить старые работы о том, что вообще-то раньше трактовалось, что наличие поражения забрюшиных лимфоузлов, в первую очередь, реже средостения, это лишь недиагностированная опухоль яичка. И такие работы были, находили рубцы, так называемый синдром сгоревшей опухоли, и даже можно было найти такую работу. Действительно, не существует такой диагноз неганадная забрюшинная герминогенная опухоль. Но если посмотреть на современную концепцию развития неганадных герминогенных опухолей, то здесь мы должны вспомнить развитие именно герминогенной ткани. Потому что где-то к седьмой неделе, в принципе, должны премордиальные герминогенные клетки на уровне гоноцитов перейти из желточного мешка в уровень генитальной гребени. И идут они не просто так, а они мигрируют вдоль симпатических нервных волокон. Но бывают ситуации, пока непонятно какие, они не могут покинуть эти нервные волокна, и их миграция продолжается дальше. И вот эта посрединная линия их дальнейшей миграции определяет их остановку либо, например, в забрюшинном пространстве, либо в переднем средостении, либо даже в головном мозге. И так как эти клетки избегают апоптозы, они выживают, и в дальнейшем как раз приводят к развитию вот этих неганадных локализаций герминогенных опухолей. Но если посмотреть на патогенез, то в принципе он одинаков, потому что блок дифференцировки идет как раз на уровне перехода гоноцидов при сперматогонии. Именно вот здесь вот как раз, когда этот блок дифференцировки возникает, в дальнейшем возникают, появляются, например, короткое плечо дополнительной 12-й хромосомы, и, соответственно, если есть мутации в генах, ответственных за пролиферацию, возникает семенома, если возникают эпигенетические изменения, происходит репрограммирование внутрипротоковой, так скажем, это в яичке внутрипротоковой карциномы в эмбриональный рак, а уже в эмбриональный рак может переходить желточный мешок, опухоли, тератомный вариант, либо хорикарциному. Есть модели, которые показывают, что может семенома перейти в эмбриональный рак или обратно в эмбриональный рак в семеном. Если возьмём, например, вне гонадной герминогенной опухоли, там те же самые семеномы, там те же самые несеменомные компоненты, но в первую очередь превалирует, если мы говорим о средостении опухоли желточного мешка. Но также вы можете встретить хорикарстономы, таратомы, желточный мешок и семеномы в том числе. Также вы можете найти и находят короткое плечо дополнительной 12-й хромосомы. Единственное, можно отметить, что опухоли средостении вне гонадной несеменомной, не то чтобы часто, но для них описаны сочетания с различными врождёнными нарушениями, типа синдрома Дауна, синдрома Клайнфестера и так далее. Кроме этого, для них характерны, не то чтобы характерны, опять же, немного чаще встречаются ситуации, когда могут быть параллельно возникающие через несколько лет после завершения лечения гематологические заболевания. Но так или иначе, в принципе, мы видим, что сам-то патогенез вроде как схож. Но есть некоторые отличия. Мы помним, что герминогенные опухоли яичка не крайне чувствительны к химиотерапии. Это в первую очередь связано с тем, что там не так много мутаций, как в обычных солидных опухолях. И в первую очередь не поражена генноответственность за подпрос, то есть нет мутаций, например, в гене ТП53. И, соответственно, те изменения, которые возникают на фоне химиотерапии в клетках опухолевых, они накапливаются, потому что система репарации подавлена. А это, соответственно, потом приводит к тому, что клетки уходят в апоптос. То есть это прекрасная модель, как должна работать химиотерапия, если бы в клетках был сохранен апоптос. Но когда посмотрели молекулярные нарушения в опухолях средостений, не семиномах, то обнаружилось, что уже у 72% пациентов имеется в опухоли клетках соматические мутации гена ТП53. То есть мы видим, что опухоль имеет механизмы защиты от нашей химиотерапии. И это определяет, собственно, и неблагоприятный прогноз несеминомных опухолей средостений. И это идёт в связи с данными о механизмах резистентности герминогенных опухолей яичка на стадии рецидивов. После первой нашей индукции, предположим, операцию удаления изидиальной опухоли, потом возникает рецидив у 25%. И вот здесь у 20% из этих рецидивов и возникает как раз мутация ТП53, как механизм резистентности, в первую очередь препаратом платины. Мы видим, это зелёный график, что это также определяет неблагоприятный прогноз течения при рецидивах герминогенных опухолей яичка. Поэтому здесь вот есть те, мы нашли те какие-то нарушения молекулярные, которые определяют вот этот неблагоприятный прогноз несеминомных герминогенных опухолей средостенной локализации. Нужно сказать, что в диагностике мы, вы можете встретиться, и в диагностике должны проводить различия средостенных опухолей с тимомами, с злокачественными тимомами, с лимфомами, но они, как правило, имеют локализацию заднего средостения, а герминогенные опухоли переднего средостения, кроме того, у 70-80% будет повышенная ФП или ХГ, и это может являться таким хорошим маркером дифференциального диагноза. ЛДГ в данном случае не столь специфичен, потому что лимфомы тоже зачастую имеют высокий уровень ЛДГ. Но так или иначе, вот эти несеминомные герминогенные опухоли средостения, мы видим, это пунктирный график. Еще по результатам первого работы консорциума по определению прогностических групп системы IGCCCG показывает, насколько расходится выживаемость пациента по сравнению с опухолями яичка, герминогенами, в том числе и несеминомными. И если есть несеминомные опухоли средостения, это фактор, который сразу определяет неприятный прогноз течения болезни, независимо от уровня маркеров. И мы видим, что эта группа неблагоприятного прогноза имеет уровень отдаленных показателей выживаемости на уровне 50-60%. Однако есть момент, что если это семиномосредостение, то это никоим образом неблагоприятный прогноз не определяет. Мы видим, что эти пациенты также находятся в группе благоприятного прогноза семином. В этом году были представлены данные новых прогностических классификаций, в частности для семином, в том числе и наше отделение принимало в этом участие. Наши пациенты вошли сюда тоже. И мы видим, что опять же локализация для семином в неганадное, будь то средостение, забрюшинное пространство не является неким негативным прогностическим фактором. Здесь главную роль играет уровень из новых маркеров уровень ЛДГ и ХГ, с помощью которых также можно несколько усовершенствовать прогностическую систему в отношении семином. Если же мы говорим о нашем опыте, например, лечения семином медиастинальной локализации, нам удалось найти в нашей базе 27 таких пациентов и сравнить их с семиномом яичка, то в данном случае мы увидели, что наоборот, оказывается, что это очень благоприятное текущее заболевание. У нас ни один пациент не погиб с семиномой средостения классической. И основной вывод идёт, что если у вас семинома средостения, то она лечится абсолютно так же по правилам лечения распространённых семином яичка. Вы можете дать 3Б, либо 4П, а потом уже, если опухоль остаётся резидуально больше 3 см, выполнять ПЭТ-КТ и так далее. У нас, например, понадобилось только у одного пациента выполнение хирургического вмешательства. В прошлом году были обновлены данные с прогностической классификацией ИДЖИС и СИДЖИ на новой базе пациентов, уже которым проведено современное лечение, БЭП или ИП, либо ТИП или ВИП, которые проводили адекватное хирургическое пособие. Опять же, наш центр дал более 800 пациентов в эту когорту больных. И что они показали? Они показали, что, в принципе, старая система на, так скажем, по-современному леченных пациентов тоже работает. Да, улучшилось за это время, практически за 20 лет, значимо прогноз наших больных. В том числе и в группе неблагоприятного прогноза мы видим, что показатель общей выживаемости увеличился с 48 до 67%. Но что интересно, что здесь уже играет роль, сколько средостерной локализации играет свою роль, но оно не является при несеменномных опытех таким уж самым неблагоприятным фактором. Здесь уже, в первую очередь, выходит сочетание факторов внелёгочных метастазов вицеральных и различных вариантов повышения маркёров АФП, ЛДГ и так далее. Это позволяет выделить уже 8 прогностических групп. И, в принципе, мы видим, что вот это вот 4 нижней группы неблагоприятного прогноза. И ставится вопрос об интенсификации лечения в этой группе. Вот сюда всё равно по-прежнему относятся больные с несеменовыми средостями. Мы попытались найти и охарактеризовать больных с несеменовыми средостями. Это был 61 пациент. Мы провели многофакторный анализ и увидели, что внутри этой группы мы тоже можем разделить пациентов по прогнозу, ориентируясь всего на 2 фактора. Это возраст моложе 24 лет и размеры опухоли больше 19 сантиметров. И если есть один из этих факторов, это даёт неблагоприятный прогноз течения болезни. Мы видим, что здесь отдалённые показатели выживаемости не на уровне 30%. Если же этих факторов нет, то такие пациенты, а это половина популяции больных, в принципе, у них уровень как при отдалённых показателей выживаемости, общий на уровне 60%. И здесь есть за что бороться. При этом, как лечить этих больных? Опять же, на своём опыте мы не будем, не буду тратить время и приводить различные небольшие исследования. Всё равно мы это проверяли и на своих, скажем, в нашей клинике. И мы посмотрели, насколько будет эффективно в группе больных с несеменовыми средостями применение интенсивных режимов ТИБЭП или СИПОК по сравнению с БЭПом. Это ретроспективный анализ, но тем не менее, он показал, что на общей группе пациентов выигрыш есть в несеменовом средостями, это интенсификация лечения. И в первую очередь у больных с благоприятным прогнозом. В группе неблагоприятного прогноза по сравнению с БЭПом интенсификация лечения, улучшение отдалённых показателей общей выживаемости не получало, не приводило к этому. Однако в дальнейшем мы провели специальный анализ, чтобы посмотреть, а если мы возьмём когорту больных с несеменовыми средостями, которые, в принципе, адекватно лечились, начиная вот с 97-го кода. Вот мы приняли для себя такой готов, что после этого мы, в принципе, ввели абсолютно такие хорошие стандарты в ведении пациентов, удовлетворительные стандарты в ведении пациентов химиотерапевтических и хирургических аспектов. Вот здесь мы видим, что, в принципе, если лечить на современном уровне несеменовом средостями, то интенсификация лечения ни к чему не приводит. Мы видим, что БЭП даёт абсолютно те же самые показатели общей выживаемости. Но что мы также увидели, что здесь очень важно, как и при опухолях яичка, удаляет резидуальные послехимиотерапевтические массы при несеменовом средостями. Этот фактор значимо улучшает показатели общей выживаемости. То есть если мы соперировали пациентов, у них показатели пятилетней общей выживаемости превалировали аж более 70%. Но, конечно же, стал вопрос, а может быть, нужно интенсифицировать не сипобом ТБЭПом, а нужно интенсифицировать высокодозной химиотерапией. И такое исследование было проведено у больных несеменовыми герминогенами опухолем промежуточного или неблагоприятного прогноза. Сравнили 4 БЭПа, или же вариант 2 БЭПа с последующей высокодозной химиотерапией. Да, свои недостатки есть у этой работы. Всего один курс высокодозной химиотерапии, но общей популяции больных никакого эффекта в отношении даже получения полных ответов получено не было в группе неблагоприятного прогноза. И это не вылилось, соответственно, ни в улучшение выживаемости без прогрессирования, ни в общей выживаемости от дополнительного курса высокодозной химиотерапии. Однако был проведен под анализ в зависимости от того, адекватно снижается уровень маркеров после двух курсов БЭПа или неадекватно. И вот у пациентов, у которых происходило неадекватное снижение маркеров, вот здесь получили значимое улучшение частоты полных эффектов от высокодозного компонента. И это превалировало нижний график Б как раз и улучшение показателей выживаемости без прогрессирования. И вот было как раз интересно посмотреть, работает при при несеменомах средостения вот этот интенсифицированный подход. И отдельно было проведено исследование французскими авторами ГИТУК-13, рандомизированное, которое и попыталось ответить на вопрос, а нужно ли при неблагоприятном прогнозе собственно интенсификацию лечения проводить, если неадекватно снижается уровень маркеров. То есть после одного курса БЭПа смотрели динамику маркеров, хорошо снижается, продолжали БЭП суммарно до четырех курсов, нехорошо снижается, соответственно, рандомизировали пациентов либо на три БЭПа, либо на четыре курса дозинтенсивного лечения, ну, если можно по-русски его представить, видеть и БЭПа, саксалиплотины. И что оказалось, что вот эта интенсификация в группе неблагоприятного снижения маркера, она определяет улучшение выживаемости без прогрессирования, но, к сожалению, не общей выживаемости. Причем интересно, что касаясь нашего разговора, именно у больных с опухолью средостений несеменомами никакого эффекта от дозинтенсивности получено не было, что, собственно, подтверждает и наши находки си БЭПом-тиБЭПом. Поэтому здесь, по крайней мере, оставался вариант стандартного введения больных в несеменовом несредостении, и высокодоска провалилась интенсификация лечения. Но опять же мы возвращаемся к вопросу об удалении резидуальных масс как фактора, влияющего на показатели выживаемости. Вот здесь есть некоторые аспекты, о которых введение этих больных отличается от опухоли яичка. Группа Эйнхорна из Университета Индианы, она еще с 2016 года начала проводить анализ послеоперационной летальности послеоперационных осложнений в зависимости от того, получали больные с несеменовым несредостением БЛИОМЕЦИН в индукции или не получали. Что они показали? Что если был БЛИОМЕЦИН, то это значимо увеличивает частоту послеоперационных осложнений и, в первую очередь, послеоперационной летальности. И они, соответственно, приходили к выводу о том, что БЛИОМЕЦИН, возможно, не является рекомендуемым препаратом введения таких больных. В этом году они обновили свой анализ, уже представлено на опыте более 250 пациентов, 30% больных блеомицин не назначался, 66% он назначался в индукции, но опять же они получили, что 6,5%, то есть практически все смерти, которые были, они были в группе именно назначения блеомицин. Интересно также, что они показали, что, ну так же, как собственно мы это знаем и из опухоли яичка, например, поражение забрюшинных лимфатических узлов или легких, то гистологический вариант, вот эта резидуальная масса определяет и продолжительность жизни наших пациентов. Если будет полный некроз в опухоли, 25% больных, по-видимому, те, которые не имеют мутации ТП-53, у них выживаемость на уровне 90%, а изначально это не семенного мусоридастей, не группа неблагоприятного прогноза. А если вот есть злокачественный компонент у резидуальной опухоли, то здесь, конечно же, показатели выживаемости падают до 40%. Но как мы можем заменить Б? У нас есть исследование, например, с ВИПом, когда этапозит и блеомицин заменены на венгластин и фосфамид. Вот сравнение ВИПа и БЭПа показало, что, в принципе, продолжительность жизни пациентов и выживаемость без прогрессирования аналогична в сравниваемой группе. Однако, конечно, режим ВИПа более токсичен. Вот такой подход определил, например, рекомендацию одной из клиник США по ведению больных с опухолями средостений. Если он у вас поступает, то в данном случае вы смотрите локализацию опухолей мунициплинарной команды, оцениваете, что за опухоли, смотрите маркеры. Если у вас высокие маркеры, например, высокие АФП или ХГ более 1000, вы можете ставить несеменомную опухоль средостения, проводить 4 ВИПа, потом уже выполнять хирургическое удаление резидуальных масс. Если опухоль в резидуальных массах не определяется, ли это тератома наблюдаете, если она определяется, жизнеспособная опухоль, дополнительно они рекомендуют 2 и ПИ. Если же на момент диагностики у пациента нормальная АФП и ХГ не столь высокие, то здесь необходимо выполнять биопсию. Если вы получаете семеному, делаете 3 ВИПа или 4 ВИПа, вам там операция не нужна, поэтому для медицин можно применять. А если это какая-нибудь тератома зрелая, смотрите на маркеры. Высокие маркеры 4 ВИПа, если нормальные маркеры операции. Но они забыли, что было еще одно исследование по сравнению типа ИБЭПа. Первая линия лечения у группы промежуточного неблагоприятного прогноза, опубликованная в 2018 году. И в данной работе также было показано, что тип, он, во-первых, не лучше БЭПа, что они хотели показать, но в принципе по графикам мы видим, что это абсолютно альтернатива БЭПу. И, соответственно, у нас кроме ВИПа введения больных с несеменовыми средостями в индукции, мы можем применять и токсаны, и фосфамид, поклитоксил, и фосфамид, и цисплотин. Есть другой аспект. А можно ли удалять опухоли, если у вас после индукции начинается рост маркера? Такое бывает. Это группа неблагоприятного прогноза. И, соответственно, делать ли вот эту спасительную хирургию или же давать уже вторую линию лечения. И как раз, опять же, группа Энхорна собрала этих пациентов, всего 35 больных, которых оперировали после индукции на растущих маркерах. При этом не было какого-то радиологического прогрессирования. И что они увидели, что, в принципе, им удалось спасти 7 человек из 35. 25, по-моему, больных от этих моментов. Но они четко говорят, что, конечно же, это не оптимальный вариант лечения этих больных. И что, конечно, это должны быть полностью такие высококвалифицированные хирурги, которые могут бы ручаться за удаление радикального тех изменений, чтобы подарить шанс на излечения. Итак, мы перешли к рецидивам. И мы видим, что по классификации последний рецидив герминогенных опухолей, рецидивно-герминогенных опухолей, то сам факт недостинальной локализации несиненомы является единственным неблагоприятным фактором, который сразу дает 3 балла и сразу автоматически переводит пациента в группу на большего риска прогрессирования. Это вот синяя кривая, голубая кривая. Мы видим, что здесь выживание без прогрессирования на уровне 5-6 месяцев. Отдаленные показатели очень плачевны. И действительно, когда мы смотрим на графики выживаемости, сравнение хотя бы ретроспективных данных стандартной химиотерапии и высокодозной химиотерапии, вот как раз этот нижний график как раз высокого, очень высокого риска прогрессирования. Все практически пациенты погибли на стандартной терапии. Однако, если проводилась высокодозная химиотерапия, и порядка 20% выжила, имеют хорошие результаты отдаленной выживаемости. И мы подняли собственный опыт. По стандартному введению рецидивов в несеменном средостении мы видим, это красный график, что также нам ни одного пациента стандартной химиотерапии вылечить не удалось на химиотерапии. А вот если мы возьмем работы с высокодозной химиотерапией при рецидивах несеменном на герминогенных опухолях в предостении, то здесь мы видим, что отдаленные хорошие показатели выживаемости находятся на уровне 11-23%. В принципе, можно стараться делать высокодозную химиотерапию при рецидивах несеменном. Я не буду говорить о герминогенных опухолях головного мозга. Будет отдельное первичное поражение головного мозга, как я понял, сообщение. Хотя скажу, что лечатся они более-менее хорошо. Метастатического процесса практически не бывает, но не бывает с 12%, так скажем. И лечатся они так же, как и дисгерминомы, семеномы или несеменомы. Там герминомы и негерминомные опухоли. Герминомы, соответственно, даются 4П в последующей лучевой терапии. А в случае негерминомных опухолей, то в данном случае, так как это дети, там блеамицин не приветствуется, проводятся и фосфамисодержащие схемы в последующем лечении. А вот здесь, если мы говорим о несеменомах, средостении, то в данном случае, конечно же, вот этот дисциплинарный проход и забота о нашем пациенте всё-таки на первой линии позволит нам даже половину больных на увылечить. Спасибо за внимание.